Заместитель прокурора Мордовии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы, которые два года получали доход от незаконной игорной деятельности. С декабря 2018 по август 2020 года обвиняемые в составе организованной группы с целью извлечения незаконного дохода организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием не менее 14 игровых аппаратов с электронными платами. Игорные заведения находились в создаводческом товариществе недалеко от городского кладбища, при этом одно из них располагалось с вывеской памятники. На дачном участке на территории Лемберского района организаторы создали в бане все условия для комфортного времяпровождения азартным людям. Даже постелили с соответствующим рисунком ковролин. Свой маленький Лас-Вегас между собой организаторы называли дачей и кладбище. Попасть туда могли лишь избранные обязательные условия – звонок на специальные номера. Если номер игрока был в памяти гаджетов у администраторов, то ему посчастливилось испытать удачу. В результате совместных действий обвиняемыми был извлечен доход в общей сумме около 1 миллиона 150 тысяч рублей. Кроме того, действия одного из участников организованной группы квалифицированы по пункту В, части 3, статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в игровом оборудовании содержались электронные платы с установленными в них игровыми программами, исключительные авторские и смежные права, на которые принадлежат компании «Новая матер». Вино организаторы из сети подпольных казино полностью признали. Двое из них находятся под подпиской о невыезде. Третий обвиняемый он же, по версии следствия, руководитель группы судебного разбирательства дожидается в СИЗО. Мужчину заключили под стражу по другому, похожему, уголовному делу. Напомним, что подпольные казино были и на территории Саранска, на улицах Невского и Веселовского. Расследование по этим эпизодам еще продолжается, а вот по клубам в Садовом товариществе все материалы направили в суд. Следователям Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурорам утверждено обвинительное заключение. Анастасия Семышева, программа «Происшествия».